Выглядит, конечно, все нелепо и смешно. Но, во-первых, бездоказательно, как обычно в исполнении Великобритании. Во-вторых, по сути, абсурдно, поскольку... Во-первых, я имею санкции Российской Федерации с 1 ноября 2018 года. Я не въездной. Я угроза обороноспособности Российской Федерации. Произошло это после конфликта с Виктором Медведчуком. И после этого я сделал собственную партию. И, в общем-то, санкции были введены для того, чтобы ограничить мою политическую активность. Кроме как дискредитации, я это назвать не могу. И, конечно же, буду обращаться в суд. Для того, чтобы вся мировая общественность узнала, чем руководствуются спецслужбы Великобритании. Для меня стремление в НАТО равносильно продолжению войны. Я прекрасно понимаю, что единственная защита Украины – это как раз независимость, избавление от внешнего управления, что так не нравится коллективному Западу. Мы передали им это право. Кто это мог сделать от лица Украины? Только президент Зеленский, уполномочив президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, выступить посредником в переговорах. Только посредника нет. Есть два человека, которые делят мир, а мы – заложники этого переделок. Я считаю, что это преступление, я считаю, что это сдача национальных интересов, я считаю, что это слабая позиция для президента, за которого проголосовало 73% стран. Продолжение следует...